одно и то же место один и тот же природный источник света один снимок выглядит вот так а второй вот так и вот еще один пример и еще весь секрет в одной простой штуке самом дешевом компактном и универсальном способе легко повысить качество снимков отражатели принцип работы отражателя очень прост допустим свет у нас идет вот отсюда и как видно лицо получается в тени берем отражатель ловим луч света и направляем его чтобы он по максимуму убрал тени на лице все посмотрите на снимок без отражателя и с ним за счет природного света сзади мы получаем отлично прорисованный светом объемный фон а при помощи отражателя мы добавляем света главному объекту в кадре вот и весь секрет но самое классное в том что это далеко не единственный способ использования отражателя и да еще эта штука не то что подойдет а просто нужна как для фото так и для видеосъемки все отражатели по своей сути одинаковы они могут быть большими маленькими круглыми или прямоугольными а еще обычно в комплекте с ними поставляются разные светоотражающие поверхности у нас тут полный комплект так что давайте остановимся на каждом типе отдельно и так маленькие 56 сантиметров в диаметре круглый отражатель он подойдет для съемки мелких предметов или лицевых портретов вещь очень компактные в сложенном виде легко брать с собой на выездные съемки еще у нас тут круглый метровый отражатель он более универсален и подойдет для поясных портретов а вот это уже серьезная вещь прямоугольный отражатель для ростовых портретов или съемки крупных объектов все эти отражатели комплектуются пятью поверхностями это белая полупрозрачная панель для просвета она позволяет уменьшить количество света попадающего на объект и сгладить его просто ставим ее перед источником света и получаем меньше света на самом объекте очень полезная вещь при съемке портретов в яркий солнечный день а еще она отлично подойдет для видеосъемки например вы снимаете в тени но пробивающиеся сквозь ветви лучи солнца все равно оставляют выжженные пятна с рассеивателем такого не случится и вы получите равномерный световой рисунок еще у нас тут есть три отражающих поверхности белая серебристая и золотистая тут уже выбираем нужную в соответствии с освещением белые просто дают мягкий чуть заметный отцвет вот как это выглядит на практике золотистая придаст снимкам теплые тона для съемки интервью солнечный день самое то кстати именно этот отражатель дает наибольшее количество света серебристые наоборот придаст снимкам более холодный нейтральный оттенок особенно он пригодится при съемке портретов легкий небольшой белый блик за очках смотрится просто отлично сила ее отражения чуть меньше золотистый но все же очень большая ну а черную поверхность отражателя можно использовать просто для поглощения отраженного света или перекрыть ненужный источник света вот в такой ситуации он будет очень полезен что в итоге в итоге мы получаем реально самый простой и дешевый способ получить больше света в нужном месте а как говорят профессионалы фото и видеосъемки свет наше все да совсем забыли сейчас показываем самое главное как собрать отражатель по очереди самый маленький теперь средний и наконец большой а и и Продолжение следует...